Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Обратили вы внимание, что на улицах появились женщины в кепках и в кепе? Это новый тренд, возвращение к женственному образу. Поэтому я приглашаю вас на совместное вязание этой кепи. Шапка условно названа кепкой, так как имеет плотную тулью и козырек. Для кого же этот мастер-класс? Я приглашаю прежде всего тех, кому надоели бини, кто хочет быть в начале развивающегося тренда, а также дам, привыкших к классическим головным уборам, шляпкам, шапкам с отворотами, бывшими популярными еще 10 лет назад. Мастер-класс несложный, его легко повторить на любой вязальной машине, хотя показан он на однофантурной машине Silverit 840. В уроке нет никаких особых приемов, которые нельзя было бы повторить на любой другой вязальной машине, даже спицами. Необычный цветной фактурный узор легко вяжется без дополнительных приспособлений, не входящих в комплект любой вязальной машины. Требуемый опыт вязания, умение делать простые убавки-прибавки, закрывать петли и выполнять частичное вязание. Начинающие вязальщицы вполне справятся, а если что-то будет непонятно, я помогу. Видео записано так, чтобы вам не пришлось погружаться в тонкости изучения программ расчета и вязания нового необычного изделия. Но через 2-3 часа вы пополните гардероб оригинальной вещицей. Я не вяжу скучные изделия, и на примере моих изделий показываю, что даже вещи простого вязания могут выглядеть интересно и необычно. Мои мастер-классы принесут в ваш гардероб яркие, эксклюзивные, штучные изделия, выделяющие вас образ, которых вас обязательно заметят и спросят, где взяла. Сейчас подробнее о самом изделии. Если вы не владеете ручным расчетом или программой Knit Stiler, то не сможете связать круглые донышко. Но в мастер-классе я дам вам схему круга и расскажу, как ее перевести на любой ваш размер. Обычно донышки шапки вяжутся с убавками внутри полотна, и получается куплообразным или даже конусовидным из-за неумения сделать расчет плоского затылка. В процессе вязания приходится несколько раз снимать и надевать петли на иглы. И на самом деле это для многих утомительно. Я вам предлагаю связать плоский круг. И чем более он широкий, тем более пышными будут складки на шапке. В видео я дам вам порядную схему вязания круга, которую вы легко можете превратить в круг большего размера. В мастер-классе я расскажу, как это делать. К сожалению, сейчас насаждается упрощение во всем. И нас отучают от индивидуальности. Но если вы не любите быть как все, если вы хотите удивить креативным изделиям родных и знакомых, не прикладывайте тонических сил. Если вы создаете портфолио для привлечения новых клиентов, собираете идеи для увеличения ассортимента, если вы не имеете времени на придумывание оригинальных изделий, отработку этих изделий в потоке заказов от клиентов, я могу помочь решить все эти ваши проблемы. Эта шапочка связана в комплект к двуслойному пальто. Если вы так же, как и я, любите женственную одежду и пальто, вам придется подумать, с чем же их носить. Разные виды аксессуаров, в том числе шапок, позволяют менять образ каждый день и одеваться в зависимости от настроения. Имея такую шапочку, вы всегда можете предложить клиенту выбрать шапочку в дополнение к шарфу, бактусу, пальто и создать законченный образ в едином стиле. Приобрести мастер-класс и провязать стильную необычную кепочку вы можете по ссылке под этим видео. А если вам понравился комплект двуслойное пальто с кепкой, то купив мастер-класс пальто, вы получите мастер-класс по кепке в подарок.